Приветствую всех, с вами Борис Маркелов и сегодня новая притча «Знай себе цену». Это притча о том, как важно знать себе цену, ведь достоинство – это твое золото и драгоценность. Мы остаемся ценными для других только тогда, когда осознаем свою ценность прежде всего для себя. «Однажды к мастеру пришел молодой человек и сказал, я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким, никчемным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, мастер, помоги мне». Мастер мельком взглянул на юношу, торопливо ответил, извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. «Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело». И немного подумав, добавил, «но если ты согласишься помочь мне в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоем». «С удовольствием, мастер», – пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Хорошо», – сказал мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. «Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше. И ни в коем случае не соглашайся на цену ниже золотой монеты. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам. И те поначалу с интересом разглядывали его товар, но стоило ему слышать о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо, и что за него могут дать разве что медную монету, ну, в крайнем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо добрые сотни людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения с грустью», – сказал он. «В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на одну золотую, а столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес одни важные слова, сынок», – отозвался мастер. «Прежде чем пытаться продать кольцо, неплохо бы было установить его истинную ценность. Ну, а кто может сделать это лучше, чем ювелир? «Скачи-ка к ювелеру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша вновь скачал на коня и отправился к ювелеру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше. «Передай мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти восьми золотых монет, но если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки». «Семьдесят монет?» – юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. «Садись сюда», – сказал мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека, – «и знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо, драгоценное и неповторимое, и оценить тебя может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?» Ценность жизни определяется тем, насколько ты ценишь себя, а это, в свою очередь, зависит от того, кем ты себя считаешь. Парадоксально, но когда ты осознаешь свою истинную природу, неограниченную ни именем, ни формой, ни условностями, жизнь начинает сиять подобно неземному сокровищу. Учитесь любить себя. Это начало вашей внутренней свободы. Спасибо.